Когда ТикТок только начинал завоевывать молодые умы, я сделал ролик о том, как же он херов, какие там ужасные условия для блогеров и какие вообще кошмарные тренды он порождает и какие человеческие худшие качества он поощряет. Прошел год или около того, и вот уже мало того, что я в ТикТоке, также буквально на моих глазах вырос проект с миллионными просмотрами в ТикТоке, я имею в виду, конечно, Таю Пальцеву и все ее вот эти вот клонированные ТикТоки, ну и вообще к группе Палк я имею кое-какое отношение. Пишите в комментах, если Сейн перебулся в воздухе. А, сегодня говорим про ТикТок, здрасте, вы на канале того самого лоха, который заболел летом, и поэтому в ближайшие полчаса вы будете слушать вот этот вот охуительный хрип. Охуительный хрип. Охуительный хрип. А перед началом ролика делюсь с вами кайфариком. Посмотрите на это. Это карта Тинькофф Банка с дизайном от Лэйзи Сквер. Если вы не знаете Лэйзи Сквер, это замечательный мультипликатор, и вот, собственно, эти мультфильмы вы наверняка уже где-нибудь довидели. Сам Тинькофф я рекомендую вот просто от всего сердца, потому что реально пользуюсь исключительно им, и мне исключительно нравится. Это лучшие банкоматы, что я просто видел когда-либо в жизни. На них реально нормально работающий сенсорный экран. То же самое, лучшее приложение, функция копилки просто супер. Рекомендую Тинькофф как реально регулярный пользователь. При этом, помимо крутого дизайна от Лэйзи Сквер, что дает сама карта? До 5% годовых на счет, 1% с любых покупок на карте, и до 15% на конкретные категории товаров. И при этом сам кэшбэк приходит не какими-то баллами, тугриками, а конкретно вам на карту, конкретно рублями. Наличку можно снимать в куче банкоматов по всему миру. А если вы оформите карту до 30 июня, то у вас будет бесплатное обслуживание этой самой карты навсегда. Да, вы получите карту, которая даст вам 20% кэшбэка на игры, которые в Origin, PlayStation Store, Xbox Store и другие, а также 15% на Яндекс.Еду, Delivery Club, и еще 10% на Apple Store, Google Play и Spotify. Ну просто кайф! Переходите по ссылкам в описании, становитесь клиентами Тинькофф. Крайне рекомендую, возвращаемся к ролику. Начнем с того, в чем я остаюсь непреклонным. ТикТок это бешеная концентрация безумного пиздеца. Притом именно с точки зрения глубины примитивности контента. И если у вас начинают закрадываться мысли, бля, может я слишком старый, может я просто не понимаю, в чем кайф Дани Милохина. Может Даня Милохин правда гений, а я просто не могу оценить, в чем там суть. И типа, и Simple Dimple, это же почему-то прикольно. Не почему, это полная херня, все в порядке, вы здоровы, это говно. Просто мы с вами присутствуем при уникальном эксперименте, который раскинулся на всю планету. А сам эксперимент состоит в том, чтобы подстраивать контент под человеческие инстинкты. А инстинкты вычисляются статистикой. Нет, это не теория заговора. Это так, по сути, работают все эти системы рекомендаций, если в них углубиться. Ведь по сути, как это работает? На основании вашего интереса и интереса других пользователей наполняется ваша лента. То есть, все то, что больше всего цепляет людей, оно показывается в большем количестве лент. И мало того, что есть интересы как бы у каждого свои, есть также вещи, которые работают на нас универсально, как как бы на приматов, да? Условные сто лет назад из-за этого появилась желтая пресса, потому что, само собой, газету, в заголовке которого, условно, там, пожарник спас кошку из горящего дома, а рядом с ней вот лежит газета, взорвалась ядерная станция, сгорели миллионы человек, еще трое получили облучение и превратились в собак, точнее, в одну большую собаку из трех человек. Вот вторую, понятно, покупали больше, потому что событие более привлекающее внимание, и, собственно, появилась желтая пресса, которая целиком состояла из вот этих вот заголовков. Так вот, тут происходит то же самое, только с точки зрения мелких атрибутов контента. И Даня Милохин, собственно, он есть некоторый сублимат этого самого. Эти видосы, они не просто бессмысленные, они идеально залипательные. На основании как раз-таки вот этой статистики, опять же, Даня Милохин не профессор, который вот вычисляет, как работают мозги людей, чтобы они лучше залипали. Нет, он делает то, что заходит в трендах, да? А в тренды образуются сообразно рекомендациям, а рекомендации формируются сообразно человеческим кликом и тому, как они взаимодействуют с другим контентом. То есть, это как бы, это не то, что люди отупели, это на самом деле был вот настолько нужен нам этот залипос. Из этого адского планетарного тикток-эксперимента главное, что мы узнаем, это как бы глубину человеческого залипоса. Насколько простые вещи можно произвести, чтобы человек как можно дольше на них смотрел. То есть, мы знали там про мимосики, знали про котят, знали про какие-то сериалы. Нет, можно гораздо проще. Если красивый мальчик просто будет танцевать и сам себя снимать, это все равно будет интересно. Просто нужно это маленькими кусочками нарезать и засунуть в такой салат из разной подобной херни. И в это будет классно залипать. Классическое включение с монтажного стола. Я знатно нахрипел. Мне сейчас, как слышите, гораздо лучше. Слушай, сорян, что вам пришлось это так вытерпеть. Просто я зажат в этот график Ютуба. Ничего не могу с этим сделать. Так вот, я к чему вообще здесь появился. Полезный навык для любого творческого человека понимать логику социальных сетей. То есть, для чего они вообще выдуманы и, соответственно, подо что подстраиваются их алгоритмы. Потому что в любом случае, когда вы обладаете каким-то творческим навыком, планируете его развивать, так или иначе, возможности интересно проявиться в разных соцсетях и за счет этого заработать себе какие-то знакомства, опыт и еще очень много полезных плюшек, они есть у вот, ну, буквально каждого, кто обладает какой-то вот таким творческой специальностью, творческим навыком. И актуальность этого для вас в разное время, она продолжает и продолжает появляться, потому что, опять же, новые социальные сети, новые возможности. И если вы именно понимаете, что вы в них можете сделать и как можете там примениться, то это вам в будущем может служить очень хорошую службу, если вообще не стать вашей профессией, как у меня сейчас. И, безусловно, я тоже использую различные приемы, навязанные алгоритмами, чтобы удерживать внимание на ролике, чтобы на мои ролики кликли, да. То есть, например, вот у меня довольно яркие превьюшки, если бы не было вот этой вот реальности Ютуба, в которой мой видос оказывается среди огромного количества других суперцветастых обложек, я бы сам такие цветастые никогда не делал. У меня был бы гораздо спокойнее дизигны, спокойнее название и так далее. То есть, как бы, рынок обязывает, да, меня свой контент подстраивать. Но многие, которые подходят к этому, ну, не как я с точки зрения того, что сначала у меня есть какой-то материал, какая-то мысль, которую я хочу передать, а наоборот, они с самого начала идут за просмотрами. То есть, их первичная цель это набрать, и, соответственно, все, что они будут делать, это будет для набирания этих самых просмотров. И подобные люди, как правило, занимают тренды. Вот если вы посмотрите, это все выглядит, казалось бы, со стороны ужасно, и ты думаешь, блядь, ну неужели кто-то может это смотреть? Блин, а им самим нормально, типа, выпускать вот такие ролики? Они же, условно, это своим друзьям рассказывают, типа, ты чем занимаешься? Да я в банке работаю, там вот устроился, жизнь начинаю. А ты вот что делаешь? А я сделал видос, Баба Яга схватила нас, она реально существует. Че это за хуйня? И Влад Бумага мне просто первый в трендах попался, вот в момент, когда я снимаю этот видос. Понятно, что конкретно он делает контент скорее для детей, но такой же есть для тех, кто повзрослее, для тех, кто там чуть другой национальности, чуть другой сферы интересов и так далее. О, в любом случае, в трендах, это вот как раз из разных аудиторий, подобный сверх кликбейтный продукт. И это в большинстве своем лютейший пиздец. И, ну, нужно понимать, с какой точки зрения я рассуждаю, да? Я то, что на своем канале, в принципе, ну, обсуждаю, значит, рекламирую и продвигаю каким-то образом, это, как правило, должны быть какие-то мысли, идеи и возможности, которые будут интересны моей аудитории, в смысле, творческим людям с каким-то похожим на меня складом ума. И именно тикток-тренды — это полный мрачняк, в который я вам не рекомендую соваться. Но почему я все-таки был неправ с самого начала? А дело было в том, что я забыл свои корни. Ведь когда я заходил на YouTube, ровно так же это воспринималось, как платформа со всякой хуйней, что зарабатывают здесь какие-то там Кости Павловы, Максы Бранты. Ну, вот, в принципе, я сейчас про тренды рассказывал, там же пиздец, да, но вот пять лет назад был такой же пиздец, только без такого количества денег, как сейчас. А потом туда пришли профессионалы, и все начало работать. Но при чем здесь я? Я там был при том, что тогда я подумал, что, блядь, эти алгоритмы, если им следовать прямо в точности, да, и делать контент чисто под них, то будет получаться вот такой пиздец. Но что, если использовать их не во всю мощь? То есть, типа, да, игнорировать часть вещей, там, допустим, регулярность, кликбейтность темы, все такое, игнорировать это в пользу своей тематики и своего интереса, но зато толкать прям свой продукт. Типа, говори то, что хочешь, какой-то свой стиль, свое видение, и того, чего, мне кажется, мало очень в интернете. Не сражаться на вот этой вот верхотуре, не пытаться сделать самое покупаемое, смотрибельное, яркое, светящееся, пердящееся, а делать просто качественное свое, подстраивая это под работу этих алгоритмов. И ведь раз есть люди, которым интересно меня слушать, там, иногда в баре, да, то, возможно, найдутся люди, которым интересно слушать меня в интернете. И вот теперь их уже 170 тысяч. Так оно и получилось. Это нельзя назвать суперкрутой историей успеха. Все эти крутые истории, они как раз-таки в самых трендах, но, условно, я в последнее время встречаю своих подписчиков на улице. Реально, такие приятные люди невозможно. Я даже не стебусь. Может, мне в последние разы как-то очень везло, но просто подряд одни какие-то стикербомберы, другие дизайнеры, художники, еще кто-то, и я в сети вижу. Разрослось движение ебанарт, превратилось в отдельный инстаграм-аккаунт, и вообще движение, изменение изображений. Мой телеграм-канал, по сути, превратился в самостоятельное СМИ с очень кратенькими такими колоночками, кратко сообщающими историю разных художественных акций, конкретных художников, музыкантов, и именно такое очень ненапряжное современное онлайн-СМИ. Охереть! Просто вот рядом со мной, из меня как бы вот так отделилось и родилось. И если бы я был вот с такими же своими амбициями и представлениями, как пять лет назад, когда я только начинал вот долбить всю эту YouTube-тему, только сейчас я бы вполне возможно пошел в TikTok. Но я, как видите, и сам пошел в TikTok. И сейчас я мог бы вас обрадовать, что, мол, вы можете в точности повторить мою историю, только не с YouTube, а с TikTok. Но, к сожалению, это не так. Дело в том, что в TikTok до сих пор какая-то совершенно пизданутая система вот с этой партнерской программой. То, сколько китайцы требуют от вас контента, это просто пиздец на самом деле. То есть вот, то есть по сравнению с ютуберскими условиями, это просто какая-то контент-каторга. И вот выпускать столько я не представляю как. То есть вот так, как зарабатывает, допустим, BadComedian, ну или я, у меня просто гораздо меньше паузы в видосах, чем у него. Но все равно по меркам YouTube довольно большие. В TikTok это вообще представить нельзя. То есть иметь какой-то свой темп, да, в TikTok невозможно. Ну, в смысле, чтобы иметь монетизацию при этом нормальную. И, безусловно, можно придумывать разные крутые рекламные проекты, как-то интегрировать рекламу в контент и так далее. Но, к сожалению, об этом пизде всего рассуждается, когда ты не делаешь никакой контент и ни с какими рекламодателями не договариваешься. Знаете, вот если сейчас меня смотрят молодые и прогрессивные рекламодатели, я давно с большим бы удовольствием вместо рекламных интеграций обыкновенных делал бы какие-то охуенные творческие нативки. Вот у меня там висят картины, стоит фоно, да, могло бы висеть, допустим, здоровенный логотип Mountain Dew. Да, блядь, как красиво было бы. Мне нравится логотип Mountain Dew. Да, или какая-нибудь вот еще другая фирма, приложение, еще что-то. Если бы кого-то интересовало по-настоящему нативно интегрироваться и прям охеренно вписаться в контент, то это было бы, конечно, суперклассно. И я всегда за такие предложения. Это периодически случается, но это скорее исключение, чем правило. Просто это моя работа состоит из чистого энтузиазма, и там все, что я произвожу, это вот какая-то творческая, выдуманная, перевыдуманная херь. А большая компания, она работает все-таки по конкретным налоговым сметам. И условно, человеку, который берет интеграцию у блогера, нужно отчитаться перед другим, а ему перед другим, а ему перед другим. И протащить инициативу, любую через эти этажи согласования, это очень тяжко. Собственно, поэтому, я думаю, только самые топовые тиктокеры имеют какую-то нормальную, стабильную зарплату, получку с интеграцией. То есть, как бы, да, при должной вертлявости жопой можно выжимать из этого деньги, но это нужно прям уметь вертеться. Я думаю, это верчение в итоге приведет вас в то, что вы просто будете, как бы, свое медийное имя дальше продвигать, и там его уже в каких-то других ипостасях монетизировать, чем напрямую через тикток. Но это, опять же, вертлявость жопы, между прочим, в любом ремесле крайне полезна. Но, безусловно, самое главное преимущество тиктока — это шанс популярности для каждого. Дело в том, что базовый скиллпак по производству хорошего тиктока по сути есть у каждого, кто умеет нормально пользоваться собственным телефоном. Нарезать видос, добавить титры, добавить озвучку, если надо, поверх всего этого, наложить музыку и даже вставить изображение — это вот минимальный скиллпак, который есть вообще у каждого. И поэтому хороший тикток потенциально может создать вообще любой человек. И уникальность алгоритмов при этом состоит в том, что все это будет выведено вверх. Если ваш тикток по-настоящему интересный, значит, его реально будут смотреть. Это, кстати, принцип, который я бы порекомендовал всем вообще видеоблогерам, да, или любым другим блогерам, которые есть. А в процессе, когда вы жалуетесь на статистику, вспомните самое золотое правило, которое есть в производстве контента. Хороший контент хорошо смотрят, говеный контент смотрят говена. Да, мы привыкли постоянно жаловаться то на алгоритмы, то на каких-то, опять же, тупорей в трендах и так далее. Но если вы качественно сняли, качественно написали, качественно озвучили и так далее, все люди, которым интересна эта тема, они это все равно посмотрят. И, как правило, ответ на вопрос, почему меня где-то не смотрят, заключается в том, что человек что-то делает на очень низком уровне. Я вам это говорю как человек с довольно большим опытом. Когда я херово снимал, меня херово смотрели. И здесь тоже, думаю, нужно подраживать мысль. Да, безусловно, важна удача в медиасфере. Точно. Также, безусловно, есть те, кто просто успели в свое время занять нишу, и поэтому они сейчас флагманы, поэтому они топы. Они просто заняли и удержались. Да. Но, если вот по-честному, вот есть какой-нибудь канал, блогер, медиа или что угодно, что вот очень прям много кто им пишет в комментариях, и вы, допустим, так считаете, что оно имеет недостаточную аудиторию. Оно несправедливо непопулярно. Если оно в этом статусе держится больше, чем год, то вы знаете, почему оно непопулярно. Ну, точно. Ну, то есть, вот как у меня этот ролик мог бы быть гораздо лучше, но я его записывал больным, и я в нем хреплю. Также у меня в других вот роликах есть какие-то такие огрехи. Вот. Вот. И всегда это разное. Кто-то по технике не дотягивает, кто-то не дотягивает по интересности тематики, кто-то не дотягивает по тому, как он выглядит и разговаривает. Он неинтересный и не привлекательный. То есть, ну, понимаете, со всем вот этим вот блогеру надо работать, и никуда от этого не деться. И да, удача играет свою роль, и еще много разных факторов от вас независимых тоже играют свою роль, но гораздо более важную роль играют факторы, на которые вы должны и обязаны влиять, чтобы делать качественно и так, чтобы это люди смотрели. И в какой-то момент один человечек замечательный, можете подписаться на его инстаграм, вот так вот его зовут, он предложил мне, что, Миша, давай я твои видосы буду постить в ТикТок, просто фрагменты вырезать. Мы договорились, как это будет оформляться визуально. И он начал, собственно, просто заливать маленькие куски моих видосов в ТикТок. И счет сразу пошел на десятки тысяч просмотров. То есть, чтобы добиться мне десятков на Ютубе, мне понадобилось прям гораздо больше времени. Да, контент был гораздо хуже, но все-таки вы понимаете, о чем речь. Именно моментально вывести вас наверх может именно ТикТок. Этим он хороший, уникален, и этим же на самом деле ужасен. Почему? Потому что, когда вы будете пытаться работать именно регулярно, вам постоянно нужно будет конкурировать не столько с другими контент-мейкерами, да? Можно опять начать вот эту вот лебединую песнь про то, что придут профессионалы и всех нас выдавят. Но даже если вот забыть про профессионалов, и даже сами профессионалы, они конкурируют с уникальными ситуациями. Из-за того, что, опять же, каждый может произвести достаточно качественно, ну, с точки зрения просто качества видео и звука. Дальше идут обстоятельства, в которых оказался человек. И вот кому-то повезло застать уникальное извержение вулкана на закате, и он это просто снял на свой последний айфон. А вы написали или сделали свой просто очередной материал. Невозможно, то есть нет такой темы на планете и такого вида ведения видеоблога, чтобы каждый раз перепрыгивать все вот эти вот уникальные хуйни, которые происходили с людьми по всей планете. И вот с этим вам предстоит конкурировать. То есть, и можно сказать, что TikTok как бы более молодая платформа, и поэтому туда еще не успели зайти профессионалы, и поэтому туда надо залетать. Но, во-первых, типа блогеры на YouTube, например, живут не так долго. Я вот в этом ролике объяснял, почему. Подозреваю, что в TikTok тоже будет очень мало тех, кто сможет именно на годы удержаться и годы держать правильный темп, чтобы там выживать. А там темп, опять же, сложнее. Поэтому и под то, и под то нужен какой-то специфический свой рот ебанутости, который позволяет вам настолько заебываться ради того, чтобы вот сделать это своей профессией. Как это понять? Только опытным путем. Поэтому, если вы молодой, творческий, у вас есть свободное время, а если даже не молодой, и если даже времени нет, попробуйте поделать в TikTok, потому что это каждому доступно. Попробуйте подстраиваться под алгоритмы, не подстраиваться. Такой формат, сякой формат. Поэкспериментируйте со всем, чем только можно. Есть куча разных применений и ваших талантов. Вы наверняка что-нибудь интересное да умеете, а если не умеете, так знаете, а может и знаете, и умеете. И даже если в итоге в TikTok вы не останетесь, то это может быть, ну как хобби, понятно, это еще и медийный опыт. Вот это вам точно пригодится. С помощью того, что вы будете делать какую-то движуху, вас будет больше людей знать, у вас появятся какие-то маломальские знакомства, а там тоже какие-то творческие люди с вами познакомятся, естественно, которые тоже вот такие же ебанутые в TikTok пришли. Ну так вы с кем-то законнектитесь. И еще что важнее, у вас будет опыт работы в интернете. Потому что это не первая и не последняя соцсеть, которая при вашей жизни появилась, а количество разных профессий, разных людей, родов деятельности, которые задействованы вокруг производства контента в интернете, оно уже, мне кажется, миллионами исчисляется. А дальше с вот развитием этих всех социальных сетей будет только больше и больше разрастаться. И это, мне кажется, огромная база клевых неофисных профессий. Вот именно занятий, которые интересно делать, в которых можно бесконечно расти. И при этом, я думаю, это может быть довольно интересная жизнь и времяпрепровождение очень крутое, а не какое-то сидение там в офисе очередной компании по перекладыванию одной бумажки на другую, блядь. И еще одна уникальная штука про TikTok, тоже из темы осознавания того, что вообще происходит в соцсетях, какая там логика, какие плюшки. Обратите внимание, пока на YouTube люди охуевают с авторских прав, то есть я, например, меня постоянно спрашивают, почему ты не вставляешь музыку в свои видосы? Потому что нахуй мне эти проблемы. У меня уже снимали монетизацию за трек «Бутырка от «Сижу за чужие грехи». Я вставил там реально секунд пять, это очень давно было, там еще другие правила были до всех этих трех секунд. Еще раз у меня забанили стримы, кинули ограничения на канал, после того, как я успел посмотреть, ну секунд семь, десять тишины с титрами в начале лайва Джона Леннона, какого-то то ли 73-го, то ли 68-го года. Просто пиздец. Тем временем в ТикТоке любой индус, который снимает из своего там вот сарая, он может легально использовать какую-нибудь песню Кати Перри или Рамштайн. Блять, Рамштайн, его до сих пор нет на YouTube Music'е. В куче музыкальных сервисов Рамштайна либо нет, либо там какое-то охуенно неполное собрание этого Рамштайна. Когда его релизнули, что-то то ли лучшие хиты, то ли последний альбом Рамштайна ВКонтакте, это было событие. Блять, Рамштайн завезли наконец-то в наш музыкальный сервис провинциальный. А в ТикТоке вы можете взять и легально сделать видос, блять, с духастом вот просто как нехуй. Это совершенно новое слово в авторских правах, потому что законная часть всего этого очень не успевает за технологиями. И то есть когда ты используешь вот какую-то песню в ТикТоке, это ведь не то же самое, что ты ее украл и запустил по радио. И это не то же самое, что ты один ее послушал в наушниках. То есть а на это все нужно прописать законы, и, конечно, законодательная часть за этим пиздец как не успевает. Но именно вот подобные решения, которые делает больше бизнес, чем какие-то государственные органы, они нас ждут впереди, и, надеюсь, доживем мы все до момента, когда и на Ютубе можно будет круто и легально использовать музыку, потому что вот это вот тоже вещь, которая сделала бы мои видосы гораздо лучше, если бы я реально у меня могла появиться такая опция, что, блядь, я обожаю эту песню, хочу под нее себе кусок смонтировать. Я бы вообще с таким энтузиазмом к этому подходил, но сейчас я вот все, что использую, это бесплатный музон, либо с Эпидемик Саунда, либо со встроенного ютубовского, поэтому, блядь, когда вы спрашиваете, что за трек играет, какой-то бесплатный. Мне лень их писать. Sorry. И, кстати, фича, которую я начал делать в ТикТоке, это отвечать на рандомные вопросы из комментов. Меня очень много спрашивают про самое разное, начиная от каких-то очень прикладных вещей до вопросов типа смысла жизни. Вот когда этот вопрос мне каким-то образом нравится, я беру и вот прям на ходу, где бы я ни шел, записываю видос в ТикТок, чтобы минимально, естественно, напрячься, потому что я, блядь, все-таки ютубер, я ради вот этой вот отсутствующей монетизации просто так не напрягусь. Так что оставляйте свои вопросы в комментах под этим или другими видосами и, возможно, он покажется мне интересным. А еще, вот вам точно покажется интересным, мой охуительный Инстаграм. А еще мой шикарный закрытый паблик, в который вход стоит 5 баксов в месяц на Патреон, и там рекомендации музыки, фильмов, книжек, очень много всего интересного. И у меня вот теперь кончилась учеба, я теперь погружусь в контент, и станет, соответственно, еще больше рекомендаций, поэтому заходите туда, а сейчас будет, блядь, выстраданный просто болезненный крик в конце. А! Ой, пока еще могу. О! 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 Продолжение следует...